Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений. В Риме летит неумолимо. И вот уже прозрачная тишина поздней осени сменилась резкими порывами северных ветров, срывающих запоздалые лоскуты ярмарочных красок, а тяжелый снег все чаще ложится на шиферные крыши домов. Но в наших домашних оранжереях по-прежнему благоденствуют тропические и субтропические красавцы, вопреки погодному хаосу, бросая вызов самой природе и удивляя нас ростом. И у нас есть возможность понаблюдать, как же изменился величественный плацетериум бифуркатум за три месяца, прошедших после пересадки на блок. И таки да, наш папоротник двинулся в рост. Молодая поросль фертильных рожек стала стремительно подниматься вверх по направлению к источнику света. Мы аккуратно, не повредив ростовое, рассмотрим изменения. Молодые фисташково-салатовые стрелочки набрали высоту от 10 до 15 сантиметров и после стали наращивать толщину. Даже на самом первом этапе своей жизни крохотные ярко-салатовые листики уже имеют ворсистую структуру. Серебристый пушистый налет плотно покрывает молодую поросль, имеет ровную, однородную структуру без повреждений и изъянов. Ухаживая за папоротником в домашних условиях, нужно быть особенно аккуратными, дабы не повредить защитный слой. Впоследствии растению будет долго его восстанавливать. Помните, в одном из первых видео о плацетериуме мы говорили, что для этого папоротника крайне важно сразу определиться с постоянным местом расположения. И это действительно так. Для плацетериума важен источник света. Матовая. В насыщенных тонов более взрослая листва набирает и ширину, и толщину. Это напрямую связано с источником света и процессами активного фотосинтеза в ваях. Наши подопечные досвечиваются в утренние и вечерние часы 15-ватовой лампой бикалорного освещения. Сам же источник света располагается на расстоянии 60 см от центра композиции. По мере уменьшения светового дня, досветка в утренние и вечерние часы будет увеличена. Полагаясь на собственный опыт, мы можем рекомендовать приобретать растения средней величины. Слишком маленький экземпляр имеет хрупкие черешки, которые при смене положений могут попросту обломиться. Да и отсутствие стерильных вай значительно замедляет развитие растения. Чем ширевая и убитый не папоротник, тем проще он отнесется к декорированию и пересадке на блок. Слишком крупный экземпляр растений уже имеет свой собственный ритм жизни и развития. И именно нам придется подстраиваться под нему. А это не всегда удобно. В природе роскошная епифита сваивает опушки лис или одиночные деревья, где источник естественного света наиболее доступен. Используя листья деревьев, как шиму от полуденного жара. Для питания растения мы используем раствор органического коктейля с набором микроэлементов. Плотная чаша мха сфагнума уже обрела свою форму и хорошо держит питательный субстрат, постепенно отдавая влагу после полива. Полив осуществляется в ванной комнате, не меняя вертикального положения блока. Лейка аккуратно доставляет влагу прямо под стерильные ваи два раза в неделю. В остальное время мы периодически опрыскиваем чашу сфагнума теплой водой, обратного космоса и спальвелизатора. Нашему экземпляру плацетериума пришелся по душе коктейль активная органика для пальмофикусов. Видимо, он нашел у него что-то близкое с естественными условиями питания. 10 мл коктейля я разбавляю в полутора литрах чуть теплой воды. И хотя растение довольно непростое, в домашнем уходе его потрясающий внешний вид слегка и компенсирует все хлопоты по уходу. Приглашаем окунуться в волшебный мир папоротников. Здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Хейлинг и ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok